Пампилиус поразил всех резкими точенными текстами про стриптиз, шар цвета Хаки и Казанову, удивительным по местным меркам названием, по сравнению с которым слова «Аквариум», «Кино» и «Алиса» звучали как название простецких поп-групп, а также внешним видом, в лучших традициях английской новой волны. Уральский рок, да, он тяготел к тяжему металлу такому, знаете. Там тяжелое машиностроение, то есть, соответственно, и менталитет у людей такой, нужно играть хард-рок, металл, там, и все такое. Но Ноутилус-то не был тяжелой группой. Мы тоже очень хотели громко и шумно играть, но поскольку мы учились в архитектурном институте, нас так или иначе призывали, знаете, к какому-то эстет, эстет планировать. И вы знаете, я как встретился с Ноутилусом в первый раз. Бутусов в сапогах и в своих велюровых штанах сидит на рояле. Я вот тогда понял, что это, по сути, конец. До свидания, Советский Союз. Но в 89-м Советский Союз наградит Бутусова и Кормильцева, создателей группы, премии Ленинского комсомола. Кормильцев публично от нее отказывается. Бутусов деньги перечислит в Фонд мира и в Свердловский детский дом. Цифры года. По платежкам Росконцерта за 1988 год все музыканты коллектива «Наутилус Помпилиус» получают за один концерт 7 рублей. Владимир Кузьмин дороже – 18 рублей. Всего за год эта уступающая уже свою монополию на эстраде государственная организация провела 15 546 концертов. Ее доход – 11 999 рублей, а расходы – 11 998. Выходит, прибыль музыкальной индустрии за весь год – 1 рубль. Намек на начало черных денег.